Субтитры создавал DimaTorzok Блин, Люд, ну, реально затягивает, знаешь, надо разговариваешь, за них приказы отдаешь Ну да, да, я так понимаю, к начальникам стал работать совсем не хочешь Да, а что, друзья, что случилось? А ничего не случилось Как весь год ничего не происходит, скука смертная, в моем случае бессмертная Послушай, вот чтобы ты не скучал, хочу напомнить тебе, что свадьба сама себя не аркаднесует А что у нас? Невеста у нас есть, красавец, жених есть, свадьба точно будет Макс, пойдем, дойдем до свадебного агентства, тут рядом А, да, алё, алё, да, разведение, Александр, ага, я... Послушай, здесь и без тебя все прекрасно работает Потому что что? Потому что я хороший руководитель Это правда, я слышу троекратное «Ура, ура, ура!» Блин, ты тоже это слышишь, да? Максим, ну ты меня услышь, пожалуйста Пять минут, дай, пожалуйста, пять минут Хорошо Да, сэн, пять Ну что, вы думали, что я так дела составлю? Макс! А ты кого хочешь, мальчика или девочку? Ну, любимая, давай сначала узаконим наши отношения, а потом уже будем думать про детей Да я организатора свадьбы, говорят, что у мужчин более эмоциональные свадьбы получаются Мальчик, девочка, как и... Привет, ребята Здрасте Мое почтение Вы за пенсию, это к вам, особец? Нет, я за тобой У нас комиссия по смягчению условий пребывания, между прочим, ты опаздываешь Так а вы, получается, тоже А мне можно, у меня выслуга лет, тем более я на пенсии Пошли Прости, Можи, верховные дела важнее мерзких Ходошьи, птички, красиво летят, без вес, теплые края Что, Николай, я тоже захотел в теплые края Туда, где жарко Здрасте Где адский огонь Костры кругом Крики грешников, стоны, скрежет Зубовные, ну, а Других вариантов для самоубийцев Не предусмотрено Я обратно не хочу Вот в твоем конкретном случае я бы мог еще похлопотать Чтобы поменять тебе адский огонь до вечную жизнь Правда, принципы работают на меня Что конкретно надо сделать? Спеши Делов-то Редактор субтитров А.Семкин Ну, как работает Скучно Займись чем-нибудь, садоводством, скажем Да не мое Слушай, Дачник, ну зачем ты меня выбрал? За красивые глаза Ну, ладно Бывают глаза и посимпатичнее Ну, правда, за что мне такие муки Ну, как тебе сказать Есть же тебе пара нужных, Катя Летать учишь? Не, рано им еще Еще лет пятьсот послужит, а там может быть Я не был, а так можно было? Я что, летать могу? Вообще-то по делу собрались Может начнем? Ну, так скажете Ну что, Николя, готов? Смотри, я хоть и вечен, но терпение мое не безгранично Это какая-то чептовски сложная работа? Эрис сикут трореми сервус Что? Работа как работа, не пыльная Будешь моим поверен Адвокатом дьявола? Так уж адвокатом Да нет Скорее нотариусом Будешь заключать договоры с людьми от моего имени А что? Ты сам не можешь? Я все могу У меня там Дел знаешь сколько? У меня есть время подумать Десять секунд Пока не доедем до следующей остановки Там обязательно произойдет дорожно-транспортное происшествие Автобус в огне Пассажиры пылают Автобус отправляется на списание в депо А ты, Николя, проявляешься в тринадцатый сектор В шестьдесят шестая галерея Помнишь? Что там находится? Такое не забудешь Ну вот Да ты не сомневайся Сделка хорошая Главное, людям нравится Ты даешь им то, чего они хотят больше всего на свете Как говорят Вин-вин Ну вот как с тобой? Выгодно ведь? Давай, Николай, решайся Даю обратный отсчет Десять Девять Не знаю Я не могу Восемь Семь Шесть Пять Четыре Три Два Два Ну вот А ты боялась Поздравляю, Николай Вы приняты на работу Вы приняты на работу Комиссии в составе Ангела Демона Сотрудника УПРД и представителя общественности Рассматривается дело о смягчении режима пребывания в аду Простите, можно перерывчик сделать? Три часа сидим Писать хочется Грешник номер двести шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят девять Понял Подо упрошение варить его в котле не каждый день, а по нечетным Говорит, настрадался за четыреста лет Что скажете, коллега? За то, что он сделал, его из котла вообще доставать не нужно Я прошу представителя Ангелов быть добрее Давайте следующего, а В очередной раз на рассмотрение дела представителя рая майор Кудасов Что опять? Улучшение условий? Нет, наоборот Хочет попасть в ад Он на земле операм был, привык жуликов ловить А в раю ему видит телескучно Говорит, что делать нечего Понимаю Я за Обойдешься Пускай наслаждается вечным блаженством Слушайте, ну Может, хватит на сегодня дела? Давайте баньку Раки Пиво 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 Ну Что это за место? Руками не трогать А это твой офис, Николай Здесь теперь и будете Если ты работать Какая-то нерабочая обстановка Где костры, глаз гора Даже ни одной пентаграммы Ты вот что Давай не умничай Интограммы Это прошлый век Знаете, грязные дела Творятся в чистых помещениях Ясно? А вот и ваш первый клиент Антонина Бедова Ядова Я же обо всем договорился От вас только пальчик проколоть И договор подписать Мне как-то неловко Может, вы ведете в профессию Покажете что да как Все сам, все сам Покажете Антонина Душа моя Заблите к нам У нас все готово Проходим, голубки Вот это наш главный специалист Нельзя взять эксперт У нас все одноразовое Санитария полная А деньги? Они на счет когда поступят? Глазом не успеть и моргнуть Тонечко, ну что Николай, прошу Упс А можно мне тоже подписать? Тебе нет Ну вот собственно, Антонина Ваши дети сегодня же получат деньги Которых им хватит на Всю оставшуюся жизнь Да? Сегодня? Я вам больше скажу Считайте что они уже у вас на счету Вот нарушу возьмите и проверьте Нет, вы проверьте Да, да Все Все, Рагуша Осторожней Да, да Ну вот, Николай Ты видишь Все довольны Женщина решила финансовые проблемы с семьей Потому что знает, больна неизлечима Убрет скоро И ни одна страховая компания ее страховать не возьмется И кто ей помог? Ты Николай Ты для нее спаситель Ты же для нее теперь самый главный Красавчик ты, Николай Ррррррр Что это, в этом? Это голова козла Общий знак сатанизма Символ господства дьявола А вот он знает Да, самое главное После подписания каждого документа Не забываем делать вот так Рррррррррр Ррррррр Нет, просто прикольно. Ладно, осваивайтесь. И запомните, в пар ни ногой. Конспирации соратники. Не плюшки продаем. Надо понимать. О, это что, тебе плохо? Нет, 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 все в порядке. Просто чуть-чуть тошнит. Ну что, пойдем в агентство? Ты что? Я тебя запрещаю в таком состоянии. Иди домой. Посмотри в интернете, отзывы почитай. Так, давай дойдем. Или тебе все равно? Нет, конечно, мне не все равно. Ты что? Я за тебя волнуюсь. Ну и надо мне в баню. Там пернатые пролетели. Кулинника какие-то, веники. В общем, меня как самого молодого. Я прошу тебя, иди домой. Почитай отзывы, посмотри в интернете. Покидай мне ссылочки, что понравится. Я люблю тебя. И я тебя. Долейте, выпейте. Пожалуйста. Кровавый море. Да, только без томатного сока. Прекрасный выбор. Аквавитая. Спасибо. Макс, а ты посмотрел агентство, которое я тебе скинула? Да, у нас там такая штука, там у них в раю мужик есть. В общем, просит сват, потому что ему скучно в раю. Тебе просто все равно, какой будет наша свадьба. Правильно я понимаю? Малышка, слушай, не совсем, но в целом да. Ну что, свадьба для девочек, мужик там как реквизит. Давай завтра все посмотрю. А ты давай ложись на свою половину, меня завтра мы посмотрим. Хорошо? Давай. Люта, 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 ух, ее достичь. Спишь, работничек? Ты чего на звонки не отвечаешь? Никто не звонил, никто. Ну что, вот. Ну так на телефон нет. А в колокола уже как целый час трезвонят. Максим, проснись, у тебя бардак на работе. Что? Свежеумершая Антонина Бедова в обход твоей конторы попала в ад. А как это без распределения? Ты посмотри на него. Наверное, еще не проснулся. Не срок, обдай-ка его огненной лавой. Бу-бу-бу-бу, не надо, не надо. Я в порядке, здесь все хорошо. Ну не кипятись, Ангелыч. Я там присмотрю за ней. А может, она к нам и должна была попасть? Антонина Бедова к вам? Да ну приди в себя. Она ни одной службы не пропустила. Еще и семерых детей усыновила. Ну согласен. Косяк. Ну да. Ребята, давайте вы свои дела будете в УПРД решать, хорошо? Ой, да. Конечно. Спасибо. Здравствуйте. У тебя. Пойдемте в офис, пожалуйста. Петрай, ну что там? Ну что? Пора спросила я горемычных. Истинно тебе говорю, никто из наших сотрудников к этому делу отношения не имеет. Ты че их на даты отвердил в ЗПР или? Да не, ну что ты, у меня еще со времен Петра Алексеевича дыба хорошая осталась. Как новая. Пытал что ли? Да не. Народец-то нынче слабый. Только показал, они сразу все раскололись. Вот смотри. Америкосы делают. Полное говно. Не то же китайцы. Андрей. Есть только один способ напрямую попасть в ад. Ну, это надо заключить договор и продать душу дьяволу. Тут мне еще этого не хватало. Перед свадьбой. Ну… Не все так просто, Максимка. Лет так триста назад все представители ада и рая заключили соглашение. Все, конечно, проходило под контролем главного по распределению, ну, то бишь меня. А договорились вот о чем. Дьяволу было запрещено напрямую заключать договора с людьми. А действовать можно было только теперь через посредника. Человека, который умер, а потом был возвращен обратно на землю. А чтобы уравновесить порядок вещей, райским было ограничено отпущение грехов. С тех самых пор принимаются только искренние покаяния, а не абы какие. Короче, Максимка, надо искать посредника. Того, кто уже побывал в аду. Без такого никак. Ну что, где список всех, кто побывал в аду и вернулся? Да нет списка. Их не то чтобы много. Насколько? Ну, примерно один. Мой отец. А зачем тебе? Да, так, для статистики. Ну, ты как себя чувствуешь? Ты выглядишь неважно как-то? Да, наверное, потому что мой парень не хочет становиться моим мужем. Ага. Станет. У Джекина станет. Конечно. Куда он денется-то? Я прослежу. Не станет он у Куривина дыба есть. Это вам? Да. Люблю. Все, пока. Все, пока. Валентина. Какое прекрасное латинское имя. Да ладно. Какая звонка, Валентина. Валентина это значит сильная, здоровая, чувственная. Ах, Валя, мне кажется, все это так точно вас характеризует. Валюсик, ты нужна мне. Макс! А, точнее, не ты. Твой муж. Больше. Все, иди, иди сюда. Иди сюда. Валя, твой муж заключает сделки с дьяволами. Понимаешь? Надо его найти и остановить. И когда я получу деньги? Мгновенно, Иван Исаакович. Мы работаем очень быстро. Здесь? Валя! Я слышу. Ага. Понял. А деньги? Проверьте карманы. Пойдем. Шеф звонит. Сохраниться нам надо. Ну, пир на пир на телефон надо проверить. Могу подключиться. Может, что разведаем. Ведь мне столько надо пароль узнать и войны. Валюндра. Что молчим-то? Какой пароль у того бывшего может быть? Валюсенька, девяносто один. Это что, год рождения, что ли? Теперь понятно, почему ты так превосходно выглядишь. Скрылась тайна века. Люда, сестра! Ваш прескристер, что там? Да ничего еретичного. Смски только какие-то странные. С номера поганого. А чего там? Да токма это вот. Иван Исаакович Ильдаров. Ваш прескристер, ну, пройдите-ка мне его. А делается. Валюк, ну, что, придешь ко мне на свадьбу? К тебе я не знаю. А к дочери своей обязательно приду. Ну, это понятно. Я просто ты одна или плюс один, как бы… Одна. Вот он, голубчик. Дай-ка. Здорово. Так. Ну что, Валентина? Как жизнь молодая? Не жалуюсь, Иван Петрович. Жениха нашла? Ты где их найдешь-то? Все работают. В лабораториях пропадают. Ракеты собирают. Интересно, откуда у Ивана Саковича такие деньги? Примарахлился наш Иван Исаакович? Душу продал? Ну, если он ее продал, то, значит, можно ее обратно выкупить? Ох ты! Ну, как бы, не знаю. Я никогда не слыхал, чтобы души выкупали обратно. Ну, должен же быть какой-то выход. Кто его знает? Ну, пусть вернет, что получил. Он сработает. Ну что, Иван Иосифич, почем нынче души продаются? Сто тысяч. Ну, а чего так дешево-то? Мне больше не надо. На дело хватит. Открою свой бизнес. А там и жизнь наладится. Не жалко. Водой ведь гореть придется. Зато поживу, как человек. Ну, ладно. Мое предложение. Отказывайтесь от всего того, что получили. Разрываете контракт. А с меня сотка по доброте душевной. М? Двести. Было ж только сто сто. Инфляция. Валентина, не смотри. Ну, что? Ничего не чувствуешь? Нет. Шеф сказал аккуратно от дела вести. Вот сюда будем всех подписавших складывать для сохранности. А носки? Тоже на дьявольские деньги купил? Блин. О, ну, это я понимаю. Сохранили. На. Ну, что? Чё с ча? Ну, называй меня так. Хорошо, мама. В общем, считаю, что схема с развивом контрактов рабочая. Будем использовать ее, пока не поймаем твоего бывшего. Ты думаешь, я буду тебе помогать? Я уверен. Ты же у нас специалист по возвращению родственников из ада. Ты заварил это и нам с Лебовой. Поработаем. Но ты мне не начальник. Помни, да? Я буду поступать так, как считаю нужным. Ну, да, да, да. Согласен. Я к Улюбину уже позвонил. Попросил, чтобы он поставил приадресацию с телефона Николая на твой. Так что первым будешь знать, кого он хочет завербовать. Слушай, а что у тебя с причесону? Причесочка такая хорошая. Ну, что? Пересадила, что ли? Не твое дело. Нарастила. Отвали! Нет. Нарасти. Пересадила. Просто я тоже хочу пересадить, понимаешь, чтобы как у Кулибины были. Может, ты меня больше любить будешь? Да, 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 да. Переходи, придурок! Настал! С wait. На земле. На земле. На 2-3. Типа, ты меня больше не tempt. С друзья! Субтитры создавал DimaTorzok